Стадии развода, да? Первая стадия, мы говорили, ураган. Она сопровождается в основном эмоциональными, да, такими проявлениями. И мы говорили о динамике этих эмоциональных проявлений. Вторая стадия, это переходный период. То есть, это уже начало стадии приспособления. Человек понимает, что необходимо что-то менять в своей жизни, да? Значит, переходный период или период перемен. Переходный период или ветер перемен, да? Помните, как пели когда-то? Он может длиться от 6 месяцев до 2 лет и дольше. Значит, первый период, мы говорили, длится примерно 6 месяцев. Второй период от 6 месяцев до 2 лет и дольше. Ну, в зависимости от нервной деятельности человека. Если он такой завязший на своих проблемах, у него больше будет тянуться. Хорошо. Псалом 70, дробь 20. Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня. И из бездна земли опять выводил меня. То есть, это время начала восстановления. Переходный период или эпоха или период перемен, да? Да. Значит, Псалом 70, дробь 20. Во время этого переходного периода человек отказывается от негативного образа мыслей. Ну, не сразу, конечно, в один день. Вчера было все плохо, сегодня все хорошо, но постепенно. Значит, от 6 месяцев до 2 лет длится этот период. В процессе этого периода человек отказывается от негативного образа мыслей. Второе. Осознает, что развод по вине не только с другой стороны, да? Во всем виноваты и мы тоже. Нет развода по вине только одного человека. Сознает, что развод по вине не только с той стороны. Может принимать, начать принимать Божью любовь и признание. Принимает Божью любовь и признание. Так. Размышляет над отношениями в браке. Принимает Божию любовь и признание, размышляет над развитием отношений в браке, раскаивается в своем грехе и эгоизме, Да, размышляет над развитием отношений в браке, раскаивается в личном грехе и эгоизме, приходит к прощению, и если супружество не восстанавливается, то приспосабливается жить без своего партнера, забывает о своих правах и приходит к прощению. Да, раскаивается, забывает о своих правах и приходит к прощению, и если не происходит сближения, то приспосабливается жить без партнера. Да. Следующий этап – расцвет. Расцвет. Третий этап большой – расцвет. Да. Да. Это характеризуется приливом внутренних сил. Некоторые сломленные сердца не восстанавливаются, если у них сохраняется горечь и ненависть. Да. Прилив сил эмоциональных, физических, духовных, да, расцвет. Удивительно, что после развода может быть расцвет, да. Но иногда это бывает, когда человек действительно освобождается от многих проблем. И понятно, если есть горечь, если есть непрощение, если есть обиды, то эта стадия расцвета не наступает. Согласны? Да. Да. Значит, в это время человек начинает осознавать, что Бог руководит нашей жизнью. Начинает осознавать. Я говорю о верующих, да. Начинает осознавать, что Бог руководит жизнью его и других, да. Что Бог заботится о каждой мелочи, и что Бог проводит через какие-то испытания, да. В частности, через испытания развода. Для чего? Чтобы закалить, чтобы испытать, да. То есть, позитивное тут мышление. Значит, Бог проводит нас через испытания, чтобы способствовать созиданию нашей личности. Многие люди, которые перенесли развод и не вышли замуж или не женились, но они становятся полноценными, да, и очень хорошими людьми для Бога. И они могут способны делать для Бога даже больше, чем если они находились в браке. Хотя, я говорю, что это не Божий план, но из плохого Бог делает что-то хорошее. Правда? Вот. Поэтому, значит, мы должны понимать, что Бог руководит нашей жизнью, что нет никакой мелочи, в которой не участвует в нашей жизни Бог, и что Бог проводит нас через процесс испытаний для того, чтобы создавать нашу личность. И эта новая личность, она уже не похожа на то, которая была до развода. И жизнь становится опять полной радостью и надежд. Иеремия 17, дробь 14. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду. Ибо Ты – хвала моя». Иеремия 17, дробь 14. Ну, это нормальные фазы при нормальном восстановлении. Либо семья восстанавливается, либо восстанавливается личность человека. Если же человек продолжает жить всяких проблемах, горечи, непрощений и так далее, то кто страдает? Только он сам, да? Только он сам от этого будет страдать. Хорошо. Какие бывают поверхностные причины развода? Прежде всего, прелюбодеяние. В результате – отсутствие твердых моральных принципов, отсутствие твердых моральных принципов, наличие легких законов о разводе, что этому способствует, да? Отсутствие твердых моральных принципов, наличие легких законов о разводе, добрачное сожительство, так? Это прелюбодеяние. Что дальше? Это отсутствие твердых моральных принципов, первое, наличие легких законов о разводе, два, и третье, добрачное сожительство. Второе, эгоизм, эгоизм, да, эгоизм, ну, второе, дробь один, дробь два и так далее. Стремление к финансовой и материальной выгоде, раз, карьеристские соображения, два, эгоистические поиски счастья, эгоистические поиски счастья, акцентирование личных прав. Бывает, как бунт против семьи, бунт против Бога, бунт против людей и так далее. Ну, дальше можно сказать, как это сформировать, ну, неправильно сформировавшаяся личность. Неправильно сформировавшаяся личность. Ну, например, если в результате воспитывали неправильно, и у ребенка развелась безответственность, да, и он безответственный и в отношении своей семьи, и безответственный в отношении развода. И так неправильно сформировавшаяся личность, да. Значит, неправильно сформировавшаяся личность, да, первое, безответственность, безответственность. поиски себя кризис середины жизни и синдром пустого гнезда поиски себя это различные психологические причины поиски себя кризис середины жизни синдром пустого гнезда да первое отсутствие ответственности потом поиски себя кризис личной жизни отсутствие смысла жизни и жизненной цели некоторые думают что во втором браке у них жизненная цель появится. Но если у них не было в первом, то и во втором, тем более. Отсутствие смысла жизни и жизненной цели. И вера в миф об идеальном браке. Некоторые женщины думают, что они должны быть... Как говорится, вот они недостойны, такой вот муж ее. Она должна быть принцессой, да? И даже будучи замужем, она уже ищет себе нового партнера. И следующее – это ожесточившееся сердце. Ожесточившееся сердце. Ожесточившееся есть и нечуткое сердце. Ожесточившееся и нечуткое сердце. Здесь у меня есть признаки ожесточившееся и признаки нечуткого сердца. Я не буду сейчас много об этом говорить, да? Потому что у нас времени осталось немного. Итак, хорошо. Но прежде всего, что же мы должны делать в этом случае, да? Вы знаете, что в этом случае бывает, если люди сами не могут себе помочь, да? Нужен кто-то третий, как говорится, третейский судья. Обычно еврейские раввины этим занимаются, да? Пастора. Есть люди, которые специально обучены каким-то определенным приемом на семинарах. Либо просто люди, которым вы доверяете, да? Но это какие должны быть люди? Зрелые люди Божьи. Потому что если вы будете вопросы обсуждать с соседкой, или с тетей Маней, или, не дай Бог, со своей мамой, или со своим папой, они вам насоветуют. Согласны, да? Хорошо. Вот. Возьмите Библию, выберите все стихи, тут тоже у меня есть, которые идут по поводу этой проблемы. Следующее – это сам процесс освобождения через прощение. То есть вам что нужно? Научиться. Научиться прощать и попросить у Бога прощения. И не только за того человека, да? Но прежде всего за какие грехи? За свои собственные грехи. Вам нужно простить того человека и простить обязательно кого? Самого себя. Потому что иногда люди прощают другого, но не прощают самого себя. Самое трудное, что нам может мешать – это упрямство наше. Правда? Наше упрямство. Наше упрямство. Значит, осознать необходимость признания вины и искать прощения. Что бы вы, как бы ни говорили и как бы ни думали обо своем, мужи, избегайте говорить дурно о вашем супруге. Ни в коем случае не умоляйте его в глазах детей, вот, или в глазах своих родителей или родственников. Иногда бывает, люди могли бы потом соединиться вместе, но они такого наговорят друг о друге, да? Что их проблема уже заканчивается, но начинается проблема отношения с другими людьми. Поэтому ни в коем случае не говорите плохо о вашем супруге, в особенности в отношении детей, родителей, родственников. Также избегайте говорить и о себе. Старайтесь не говорить о трудностях других людей без их согласия. Если вы приводите примеры, не вызывайте фамилии и не говорите о тех людях, которых могут легко узнать по какому-либо признаку. Хорошо. Осознайте неудовлетворенные потребности вашего супруга. Раз это произошло, значит, какие-то потребности были неудовлетворены. Если он вам изменяет с другой женщиной, то кто виноват? Прежде всего, виноваты вы сами, что вы не удовлетворили все его потребности, да? Если бы его потребности были удовлетворены, то проблемы бы не было. Ну, понимаете, есть патологические личности, которые в самом начале. Лучше тогда таких не жениться и не выходить замуж, да? Да, ну есть такие. Но это редко бывает. Вообще, счастье, люди все хорошие. Но почему-то друг с другом поступают гадко, да? Почему-то так, не знаю. Дьявол виноват, наверное. Дьявол, а кто же сейчас? То он виноват. Так, только он. Хорошо. Итак, вы должны осознать, что у него были неудовлетворенные потребности, да? Так, молиться за своего бывшего супруга, но не так, чтобы ему пусто было, чтобы его работы не нашло, чтобы он гонореи подхватил, чтобы ему эта женщина морду набила, да? Чтобы у него детей не было, чтобы он был больной и так далее. Ни в коем случае так, да? Не молитесь. Значит, дайте обед молиться за вашего бывшего супруга. Причем это не должно быть контролирующей молитвой, да? Вы должны молиться за него, за его здоровье, да? И чтобы Бог дал ему мудрости поступить так, как нужно. Следующее. Упование. Бетахон, мы говорили, да? Бетахон, упование. Без упования на Бога мы ничего не можем сделать. И надо своевременно отпустить своего супруга, если вы видите, что восстановление отношений невозможно, да? Не пытаться, как говорится, 15 лет молиться за него, оставьте его в покое. Правда? Бог сам знает, что будет. И когда есть возможность, значит, свобода, которая дает вам начать все сначала. И если новых вы дошли супруга, вы решаете вопрос, насколько это допустимо в церкви. Вы должны сами иметь откровение от Бога, чтобы это не было блудом, да? Потому что наша свобода, Бог дает нам свободу, но она свободой не должна быть какой? Превращаться, да, в блуд или что-либо плохое. Хорошо. Теперь будем говорить о воспитании детей. Мы говорили, что супружество, да, как говорят, брак в простонародье, это цель, к чему его является? Да? Цель супружества является дети. И поэтому надо выполнить, выполнить свой долг. Причем, не надо бояться, что вот сейчас тяжелое экономическое положение, допустим, да? Мы, слава Богу, не голодаем. Это в голодный год не рекомендуют детей. Но мы не в голодный год, да? Слава Богу, мы что-то сегодня покушали. Некоторые даже здесь перекусили. Значит, слава Богу, таких проблем нет. И храни нас Господь, да. Понятно, в концентрационном лагере и то бывали случаи, что женщины бьем-бьем-бьем-ждали. Все бывает. Значит, а в остальных случаях мы обязаны выполнить эту заповедь. Не бойся плохих отпрысков. Ты выполнишь свой долг, и Всевышний сделает то, что приятно глазам его. Вавилонский Талмуд, Брахот-10А. Иногда люди боятся, что они не смогут хорошо воспитать своих детей, да? Вот. Ну, были такие примеры. Значит, один из выдающихся царей – царь Езекая. А потом после него был, помните, Монасия. Монасия. И последующий, после него был царь Амон. И Монасия и Амон были самые два жестоких царя, которые когда-либо правили евреями. И вы помните историю Езекии? Бог послал Езекии смерть. Но Езекия умолял Бога, и он продлил стоимость жизни. На сколько лет? На 15 лет, да? Когда он умер, царю Минаше, он стал царем в 13 лет. Вот мальчик бар-митсвы, и он стал царем, да? Вот. И что же получилось? Значит, был он в зачатках, да уже? После тех лет. Бог предусмотрел, чтобы такого царя не было для Израиля. Но человек распорядился сам по-своему, правда? Вот такая интересная проблема. Что иногда бывает, когда Бог хочет, чтобы у тебя были дети, а люди не хотят. Иногда Бог не хочет, да? А люди хотят. А вот ты попросил Бога себе 15 лет жизни. И возникла определенная проблема для Израиля. И царство Минаше сколько лет? 50 лет. Вот представьте, у нас 70 лет советской власти, да? Вот 50 лет царство Минаше. При этом все, что было связано с Богом, он уничтожал. Он возродил идолопоклонство. Он проводил своих детей через огонь. Там, не знаю, что это, жертвоприношение своих детей. Или какой-то обряд в инициации. Типа, как вот у нас коляды всякие прыгают через огонь. Мы не знаем точно. Но, по крайней мере, он внес там статую Астарты в храм. Из-за чего, собственно, вынесли священники ковчег. Вы историю ковчега знаете, да? Вот посмотрите, там у меня есть еще история ковчега в Эфиопии. Смотрели же где-то? А, ну, очень интересно. Кто-нибудь, устройте себе такие просмотры. Ну, я давал людям материалы. И вынесли ковчег священники оттуда, потому что не мог уже ковчег лететься вместе с идиолами. Вот. И знаете, что случилось в конце концов с Манасией? Он раскаялся и попал в Царство Небесное. Почитайте, там написано. И Манасия раскаялся, и Бог услышал его молитву. Серьезно так написано? Да? В Танахе. Раскаялся. Удивительная вещь, да? Вот, значит, умер в возрасте 63 лет. Это раз он 13 лет начал и 50 лет царствовал. 50 лет делал все зло, зло, зло. Покаялся и пошел к Богу. Вот самое главное не как начнешь, а как кончишь, да? Да. Зато следующий его царь, Омон, его преемник, значит, и как еврейская традиция говорит, он тоже увидел результат жизни своего отца и сказал, мой отец царствовал 50 лет, а потом покаялся. Да? И я буду делать так же. И сколько он процарствовал? Три года. Три года и умер. Ну, если таких вот два года, если еврейские, то три года, да, понимаете, начало, там, конец. А может быть, это ситуация, чтобы испознал, что Монасия покаялся, и вот дал мне 50 лет? Ну, все так, все зависит, видите, а этот не покаялся, да? Не покаялся и умер через три года. И есть такой апокрифический литератур, что у Езеки было видение, что его дети будут жестокими правителями, вот, и, несмотря на это, он продолжал просить у Бога. Ну, говорят так, ах, если бы мать Гитлера была сторонницей безопасного секса. Вы знаете, что мать Гитлера очень хотела своего ребенка? Гитлера, я вам давал, да, тоже, у нее было трое перед этим детей, и все они погибали, одни младшим, другие более старшим. Вот, я думаю, что из-за близко родственных отношений, потому что они тоже были двоюродными брат и сестра, и прадедушка Гитлера был дедушкой Гитлера, то есть, вот, он там на своей дочери сошелся. В общем, там инцест был полнейший. Их, кстати, не хотели женить между собой. Они все равно поженились. И вот родилось такое чудо Гитлер. Выпрошенный, выпрошенный у Бога, да. Алоизович, да, Адольфий Алоизович. Да, кстати, кто-то сегодня спрашивал насчет вот этих курсов ходить, типа, вот, по усовершенствованию личности, да. Вы знаете, что Гитлер, он был очень застенчивым человеком, он совершенно не умел выступать, а после того, как он получил в Первую мировую войну отравление газами, у него развилась неправильная речь, приступы астмы, и он практически не мог говорить, заикался. И он пошел на курсы по развитию речи. Речь ему, о, мол, о, и ему такую харизму дали, видите. Главное, сделать толчок в начале пути. А дальше покатит, как велосипед. Да. То есть, смотрите внимательно со всякими этими курсами, если там применяются всякие оккультные вещи, или это связано с саентологией, или это связано с тем, что вас будут учить манипулировать людьми, то на такие курсы не ходите. Многие саентологи говорят, что это вот только психологические курсы и так далее. А вот действительно, если там такая бесовщина... Да, там манипуляция. Да, там манипуляция. Ты сюда направишь выше других? Но харизма при этом появляется, и духовная харизма. Да, спасибо. А признаки заикания? А что признаки заикания? Признаки заикания, когда надо вами уже начинать смеяться. Ну, признаки, ну... А, причины? Так, извините, признаки, да, признаки понятные. Вот. Меня спросили признаки. Я говорю, причины многие разные. Причины могут быть и психологические, и травма головного мозга и так далее. Я сейчас не буду об этом говорить, да? Я просто говорю о том, что различные бывают дети, и все зависит от Господа. И мы не должны сами проявлять излишнюю инициативу. Правда? Мы... Я уже говорил, сколько по школе Шамая и Гелеле? Да, два мальчика, Гелеле, мальчик и девочка. Это достаточно для выполнения заповедей. Но это не значит, что вы можете не выполнять эту заповедь. Если хотите, можете выполнять дальше. Если нет, значит, не можете, да, то не надо. Потому что нельзя вредить здоровью. Да? И мы должны этих детей вырастить нормальными. Хорошо. Значит, какие отношения регламентируются Тора между родителями и детьми? Устная и письменная. Чти отца своего и мать свою, да? Это пятое из десяти заповедей. Чти, то есть оказывай уважение, почтение, кого-то. Да? Поэтому говорит кибут. Авв ве ом. Значит, уважение к отцу. И матери. Бойтесь, каждый, матери своей и отца своего. Итак, чтите и бойтесь, да? Что значит бояться и что значит чтить? Говорит еврейская мудрость. Бояться, значит, что ребенок не должен стоять или сидеть на месте отца своего, противоречить ему или поддерживать его противников. То есть, да, чтить, оказывать почтение. Да, ребенок не должен стоять или сидеть на месте отца своего, то есть противоречить ему или поддерживать его противников. Опять-таки, это для примера, да? Что значит чтить отца? Значит, ценить, уважать. Правда? А чтить, это значит, что дочь или сын должны подавать ему, то есть родители, еду, питье, обеспечивать одеждой, кровью, помогать войти в помещение и выйти из него. То есть, видите, бояться это в смысле больше идет в смысле духовного, да, душевного поведения, да, а чтить это больше в таких физических действиях, да, проявляется. Подавать еду, да, кормить, поить, оказывать им помощь, значит, чтить, значит, выдавать родителям еду, питье, обеспечивать одеждой, кровью, помогать ему войти в помещение и выйти из него. Если отец случайно нарушил закон Торы, сын не должен говорить ему, отец, ты нарушил закон Торы. Но нужно сказать, отец, а так ли говорится в Торе? Да, обе эти фразы не одинаково оскорбительные, говорит. Это Талмуд, трактат Санхедрин. Вот, зачем нужно сказать, что отец в Торе сказано так-то и так-то, и пусть отец сам делает выводы. То есть, не надо говорить, отец, ты не знаешь Тору, да, или ты поступаешь неправильно, да, но я вот считал Тору, и там написано то-то, то-то, да, и пусть отец сам делает выводы. Не надо давать наставления, поучения старших. Младшие не должны поучать старших. Причем, иногда часто бывает у нас так, что молодые постара некоторые по отношению к старшим ведут так же себя, как и своим сверстникам, да. Даже если старик дурак, все равно надо относиться к нему как? С уважением, да, с почтением, с уважением. Хорошо. Любовь родителей отдана детям, но любовь детей уходит их собственным детям. Вавилонский Талмуд, Сота, 49а. Любовь родителей отдана детям, но любовь детей уходит к их собственным детям. Что это означает? Это означает, что мы не должны ожидать от детей, что они особо нам будут что-то делать. Они обязаны это делать, понимаете? Но мы не должны воспитывать детей и говорить им, ты знаешь, я столько на тебя денег потратила, на твою учебу. Я только кто-то, моя жизнь, она вся была сосредоточена только на тебе. Вот и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие упреки совершенно несправедливы. Правда? Значит, как же получается? Мы отдаем любовь и все, что имеем, кому? Детям, да? А дети кому должны отдавать свою любовь? Своим детям, да? Вот, почтение, заповедь они тоже выполняют, но все-таки основное внимание они должны кому уделить? Своим детям, своим детям, да. Хорошо. Дальше. Человек теряет отца. Очень грустно. Время воспоминаний и рыскания. Что, однако, чувствует сын, когда узнает, что отец оставил его в огромное состояние? Вместе с грустью появляется немного радости. Немного материалистической радости, и скорбь уходит на второй план. Но вот случается обратное, и умирает сын. И пусть он даже оставил отцу все богатства этого мира, отец будет безучешен. Он скорбит о сыне и говорит, мне не нужны деньги. Что мне о ней? Я потерял любимого сына. Я бы лучше был самым бедным человеком на земле, но мой сын был бы жив. Когда умер Авшалом, Давид плакал от своей душевной муки и кричал, сын мой, сын мой. И смотря на то, что Авшалом был жестоким убийцей и хотел умертвить собственного отца. Но все же Давид кричал, сын мой, сын мой, я потерял тебя навсегда. Отец и сын. Кто больше скорбит? Итак, больше любовь к своим детям, чем больше любовь, что детей к родителям. Это нормально? Это нормально. Хорошо. Комментируя, бойтесь каждой матери своей и отца свою, и соблюдайте день субботний. Сказано, я ваш Господь. Это Ваекра 19 дроп 3. Интересно, что в одной фразе сказано. Бойтесь матери отца и соблюдайте день субботний. Как будто, какое отношение между субботой, да, и уважением отца и матери? Ваекра. Ваекра, это исход. 19 дроп 3, да. Как комментирует это Талмуд? Откуда мы знаем, что если отец говорит тебе, не возвращай потерянное кем-то или нарушай шаббат, не нужно его слушать? Из этого места. Значит, потому что и родители, и дети обязаны чтить Бога. Значит, если родители говорят, что ты должен сделать то, что противоречит Торе, да, например, не возвращать украденную вещь или какие-то вещи сделать противоречившие Торе, то мы что? Не должны слушаться, да, потому что здесь уважение отца и матери связано с почтением Бога. Как частный случай почтения субботы. Если отец говорит сыну не общаться с человеком или не прощать обидчику, а сам сын хочет примирения, что сын делает, он не должен слушаться отца, да? Если отец говорит, не прощай кого-то, а сам сын хочет примирения, сын не должен слушаться отца. Часто родители стареют, становятся умственно неполноценными, и говорится еврейской мудрости, когда отец помогает сыну, оба смеются. Когда сын помогает отцу, оба плачут. Не следует оскорблять отца в речах своих. Например, когда отец стар и хочет поесть рано утром, как нужно старикам из-за их слабости, сын говорит, солнце еще не встало, а ты уже голоден. Или когда отец спрашивает, мой сын, сколько ты заплатил за плач, который дал мне? А сын отвечает, какое я тебе делаю? Я купил ее, заплатил за него. Так что молчи. Или когда сын говорит сам себе, когда же этот старик умрет, я освобожусь от всех своих забот. Помните, мой дядя, самых честных правил, и так далее. Да, его пример, другим наука, но, боже мой, какая мука с больным сидеть, и день, и ночь, не отходя ни шага прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, да? Что-то там подносить лекарство, мечтать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя, да? Это были первые мысли Евгения Анеина, которые зафиксировал Пушкин. Но такого не должно быть у верующих, по крайней мере, родителей. Правда? У верующих детей по отношению к родителям. Хорошо. Если ваш отец или мать станут душевно больными, вы должны прощать родителю его причуды. Пока Бог не пощадит его, то есть не даст ему умереть. Если вы не можете вынести родителей из-за его страшного помешательства, наймите людей, чтобы они о нем хорошо позаботились. Это Мишне Тора. Законы о бунтовщиках. Отсюда мы видим, что те дети, которые не хотят ухаживать за больными родителями, они как называются? Бунтовщики. Бунтовщики. Есть много различных историй, которые рассказывают, равны по этому поводу. Я не буду многого приводить к примеру. Но, в свою очередь, родители тоже имеют долг перед детьми. Правда? Итак, Багилонский Талмуд. Трактат Кедушин говорит. Отец обеден сделать сыну обрезание. Выкупить его, если он первенец. Где мы говорим о выкупе Торы? Помните? Пидион Габен, да? Бемидбар 18. Да, дробь 15-16. Значит, обучить его Торе, найти ему жену и обучить его ремеслу или профессии. Итак, что обязан сделать сыну обрезание, если он первенец, выкупить его, обучить его Торе, найти ему жену, это не значит, что заставить его жениться, да? Но помочь найти жену, обучить ремеслу или профессии. Раби ему договорил, кто не учит сына ремеслу или профессии, учит его воровству. Кто не учит сына ремеслу или профессии, записываете, да? Учит его воровству. И еще Багилонский Талмуд Кедушин говорит, что нужно научить сына плавать. Зачем? От этого может зависеть его жизнь. Значит, что еще должен сделать? Научить сына оплавать. Зачем? От этого может зависеть его жизнь. Хорошо. И в наших условиях, допустим, когда мы живем, да? Ребенок должен знать правила поведения в определенном обществе. Ребенок должен знать, как переходить улицу и так далее. Это нужно? Нужно. Да, то тоже может зависеть его жизнь. Хорошо. Здравый смысл и воспитание. Отец может забыть, что его необходимо чтить. Но он не должен позволять бить или проклинать себя. Был такой Раф. Его звали Раф. Прозвище такое у него было. Да? Он постоянно страдал от своей жены. Если просил приготовить чечевицу, она готовила ему горох. Если он просил гороха, она ему готовила чечевицу. Вырос его сын Хия, и он стал передавать ей просьбы отца. И он говорил все наоборот. Если отец хотел гороха, сын говорил матери приготовить чечевицу. И тогда отец сказал сыну, твоя мать стала относиться ко мне лучше. От этого что показывает? Что ради мира в семье допустима ложь. Да? Ради мира в семье допустима ложь. Хия, да, ответил. Это потому что я передала твои просьбы наоборот. Раф ответил. Вот почему, говорят, твой отпрыс будет учить тебя. Но все равно не делай так больше. Ибо Тора важнее мнение у людей. А Тора учит. Они приучили язык свой говорить ложь. Нельзя обещать что-либо ребенку, а потом не дать ему это. Ибо в результате ребенок научится лгать. Вавилонский талмуд, сука. 46 Б. Нельзя обещать что-либо ребенку, а потом не дать ему этого. Потому что в результате ребенок научится лгать. Ну, простые такие способы. Скажи, что мамы нет дома, да? Или там билет, скажи тебе, что тебе нет столько-то лет. Как там купить билет и так далее. Хорошо. Еще в смысле наказания. Нужно наказывать ребенку? Нужно. Как наказывать нужно? Розы. Розы. То есть тем, что не травмирует ребенка. Ни в коем случае нельзя ребенку носить травму. А сколько должно быть времени между тем, как обнаружено преступление и наказание? Ни в коем случае нужно либо наказать сразу, либо простить. Потому что был такой случай. В субботу детей не бьют, да? А ребенок совершил какой-то проступок. И тогда отец сказал, я тебя завтра нахожу. И ребенок так это переживал, что он бросился в колодец и утонул. Маленький ребенок из Мнейбарак разбил бутылку шабата. Его отец пригрозил надрать ему уши, и мальчик в страхе бросился в глубокую яму и разбился. Раби Акива сказал, что поминальная церемония должна быть проведена полностью. Обычно самоубийство считается страшным грехом. Но в данном случае это не является самоубийством. Это что было? Это доведение до самоубийства, то есть фактически убийство. И с тех пор раби и сказали, нельзя угрожать ребенку даже маленьким наказанием. Пишите. Нельзя угрожать ребенку даже маленьким наказанием. Нужно или наказать его сразу, или не говорить вообще ничего. Так. Это Вавилонский Талмуд. Да, трактат Симоход. Нельзя угрожать ребенку даже маленьким наказанием. Нужно или наказать сразу, или не говорить вообще ничего. Притчи Мишли 13.24. «Щадящий розу свою ненавидит сына своего». Вавилонский Талмуд Шаббат. «Если ты вынужден ударить ребёнка, ударь его шнурками от ботинок». Да? То есть, важно не боль, а важно что? Сам факт наказания, да. Хорошо. «Когда родители, которые отказались помогать своим детям, привели к рабе Хиздаю, он сказал, поставьте ступу вверх ногами на площади и оставьте отца стоять на ней и кричать. Даже ворон заботится о своих птенцах, а я не заботюсь о своих детях». Так он стоял и кричал, да? Хорошо. Тоже выражение Хаздая. «В пять лет сын твой хозяин». Пишите. «В пять лет сын твой хозяин». «В десять твой слуга». «В пять лет сын твой хозяин». «В десять твой слуга». «В пятнадцать твой двойник». Почему дети двойники родителей? Да? Те черты человека, который даже он пытается спрятать, да? В детях обязательно проявится. «Десять, значит, пять лет твой хозяин, десять твой слуга, пятнадцать твой двойник, а потом твой друг или враг, в зависимости от его воспитания». «Раби Хаздая сказал, в пять лет сын твой хозяин, в десять твой слуга, в пятнадцать твой двойник, а потом либо твой друг, либо враг, в зависимости от его воспитания». «Да. Ну, то есть, до пяти лет, ну, что ребенок может сделать? Ты ему служишь, да? Да, в десять он двой слуга, то есть, он должен выполнять твои приказания». «В пятнадцать твой двойник, а потом или друг, или враг». «Хорошо». «Вавилонский талмуд». «Трактат сука». «То, что ребенок говорит на улице, сказали его отец или мать дома». «Ну, подмечено, да? Что часто дети говорят то, что не должен никто знать, да? Они услышали и так далее. Хорошо. «О детях, которые вырастают и приносят горе своим родителям, Раби писал. Раби Игуда, сын Раби Нахмана, сказал, «Это как человек, который купил нож для нарезки мяса, нож соскользнул и порезал палец. Он сказал, я купил нож для мяса, а не для своих пальцев. Так же и человек производит отпрыск, чтобы чтить его, а не проклинает его». «Еврейская мудрость. Один отец может содержать десять сыновей, но десять сыновей не могут содержать одного отца». «Самое прекрасное благословение в Талмуде». Когда Раби Нахман и Раби Исаак должны были расстаться с Раби Нахман, попросил Раби Исаака благословить его. Раби сказал, «Давай я расскажу тебе притчу. С чем можно сравнить наш случай? С человеком, который едет по пустыне. Он голоден, устал и хочет пить. И вдруг видит дерево со сладкими плодами, приятной тенью и ручьем неподалеку. Человек остановился, поел фруктов, выпил воды и отдохнул в тени дерева. А когда он был готов ехать дальше, он произнес, «О, дерево, как благословить тебя? Пожелай, чтобы твои плоды были обильные, сладкие, но они и так сладкие. Пожелай, чтобы тень твоя была приятна, она и так приятна. Пожелай, чтобы около тебя текло ручей, так и вот ручей. Поэтому мое благословение. Дай Бог, чтобы все деревья, которые вырастут из твоих отростков, были как ты». Самое лучшее благословение. Дай Бог, чтобы все деревья, которые вырастут из твоих отростков, были как ты. Так, иудаизм и аборты. Иудаизм и аборты.